Снимаем это видео для русскоговорящих зрителей, чтобы рассказать все секреты Библии. Эта книга имеет много переводов по всему миру. Но откуда нам знать, какой перевод правильный? Хочу рассказать на самом деле, что говорит Бог. Сегодня, чтобы узнать это, мы будем учить иврит. Не важно, знаете ли вы иврит, но Бог сделал язык иврит очень простым. Дайте мне немного времени, мы поговорим о первом слове в Библии. The first verse of the Bible is Genesis 1.1. In the beginning, God created the heavens and the earth. Книга Бытие 1.1. В начале сотворил Бог небо и землю. И в оригинале на иврите. Берешит бара-эрухим, эт хашамайим, ваэт ха-аретс. И мы рассмотрим только первое слово, как я уже сказал, Берешит. Для этого рассмотрим шесть букв на иврите. Здесь алфавит, двадцать две буквы. На иврите пишется и читается справа налево. Есть современная версия иврита. Есть название. Произношение. Древнее изображение, то есть, которое служило и алфавитом. И every Hebrew letter has a meaning. Есть смысл. И есть цифровое значение. Гематрия. И гематрия – это слово на иврите джематрия. Гематрия до десятой буквы. С одного по десять. Потом с двадцати до ста. И со ста до четырехсот. Мы сегодня не будем рассматривать и вовлекаться в основы гематрии. Но хочу, чтобы вы только знали, что здесь сокрыты большие секреты. Здесь вы видите первые три буквы. АЛЕФ, БЕД, ГИМОЛ. Первая буква – АЛЕФ. Произношение – А, на английском – ЭЙ. Древнее изображение – ГОЛОВА БЫКА. Вы, как видите, ГОЛОВА БЫКА, здесь есть РОК БЫКА. БОЛОВА БЫКА, ДОМОЛОВА БЫКА. Это номер один. Notice, if you take the ancient Aleph and turn it upside down and straighten out the lines, you get the English letter A. Если вы перевернете букву, вы получите современную букву А. Бог номер один везде и во всем. Бог использует эту букву в особенных случаях. Его титул, Elohim, начинается с буквы Aleph. Его титул, Adonai, начинается с буквы Aleph. When Moses went up onto the mountain to see the burning bush, and he asked, what is your name? Моисей, когда поднялся на гору и спросил, кто твое имя? Бог ответил, я тот, кто я есть. И каждое слово начинается с буквы Aleph. Десять заповедей начинаются с буквы Aleph. Вы видите, какое значение буквы Aleph. Вторая буква Бет. Это звук Б-звучит, произносится как Б. Б-звучит, изображение носит с собой вид дома. И если вы взялись на гору Б-звучит, вы увидите, как бы увидите уже буквы Б. Вы, возможно, уже раньше пользовались этой буквой. Кроме этого слова Бет, кроме того, что есть слово Бет, это... Я приношу извинения. Кроме буквы, он означает еще и слово Дом. И слово Хлеб на иврите Лехом. Иисус в книге Иоанна 6.48 говорит, я есмь хлеб. И где родился Иисус? Родился он в Бет-лахаме. Бет-лахаме, дом хлеба. Умно, что хлеб жизни родился в Доме Хлеба. Вы видите, как глубоко все уходит. Давайте теперь посмотрим первое слово на иврите. Также это слово стоит на первом месте в словаре. В мире два вида языка, фонетические, которые вы можете произнести. И некоторые, как китайский язык с иероглифами. Hebrew is both. Иврит состоит из двух. Let's look at this very small word. It's the letter Aleph-bet. Здесь самое маленькое слово, очень маленькое слово Aleph и Bet. You can pronounce it. Aleph is the A sound, Bet is the B sound. The word is pronounced Abba. Aleph, A, Bet, B. Вместе произносится Abba. So what does Abba mean? Что означает Abba? Well, we know Aleph is strength, and Bet is house. Who is the strength of the house? Aleph – это сила, Bet – это дом. Так кто же является силой дома? It's the father. Это отец. How cool is that? Как удивительно это. Вы помните, что мы говорили о цифровых значениях гематрии? Aleph – это один. Bet's гематрия is two. Bet – это два. The word Abba adds up to three. Вместе Aleph и Bet дают нам цифру три. This is pointing, this is a hint to God's three-ness. Father, Son, Spirit. Это отсылает к... Это, на самом деле, это отсылает к троице. Okay, new letter. This is the letter Resh. Новое слово Resh. It's the R sound. It's гематрия is two hundred. And its meaning is head. На английском R – цифровое значение двести. Изображение – голова. And it can be the head on your shoulders, or the head of the company, or head of the class. Это может быть голова человека, ваша голова, или же глава компании. And if you take the ancient Resh, and turn it, you can see how that becomes the letter R. Если вы повернете его, вы увидите английскую букву R. And the English lowercase R is the modern Hebrew Resh backwards. Маленькая буква R на английском совпадает с маленькой... с буквой Resh. A new Hebrew word – Bet-Resh. Новое слово – Bet-Resh. It's a B and an R. It's pronounced bar. B-A-R произносится как bar. Okay. To figure out what this bar means, bet we know is house. Resh was head. Who is the head of the house? Выясним, что означает. Bet – это дом. Resh – это голова. Кто глава дома? Before you answer, remember, we are trying to get into the mind, into the thinking of God. Прежде чем вы ответите, мы стараемся вникнуть, как думает Бог. Вы, возможно, скажете, что глава семьи – это отец. But we've already learned that the father, the Abba, is the strength of the house. Но мы уже знаем, что отец – это сила в доме. The head of the house is – imagine this – the father is going to give all his authority to the son. Но отец передает всю свою силу, всю власть сыну. This is what God, the father, did. He gave all authority to Yeshua, Jesus, the son. Это то, что сделал Бог. Он отдал власть Иисусу. This is what happens in our homes. The father will not live forever. He passes on to the son, and he lets the son know, you are the head of the house. I am behind you. I am the strength behind you, son. Это то, что происходит у нас в жизни. Отец передает власть сыну и говорит, что он есть сила. Если что, он всегда рядом, он сзади тебя. Мы знаем уже два слова – «аба» и «рэш». «Бар». Проношу извинения. «Бар». In the book of John, in the New Testament, John, chapter 18, we have Jesus, Yeshua, has been arrested, and he's taken before the Roman governor, Pilate. And Pilate cannot find any guilt in Yeshua. Но Пилат не смог найти, в чем его обвинить. And he remembers that there is a custom that you can release one prisoner at Passover. И Пилат вспомнил, что есть обычай, он может освободить одного заключенного, арестованного. And he asks the people, «Do you want me to release the king of the Jews?» И он спрашивает у народа, «Хотите ли, чтобы я освободил царя иудейского?» Тогда люди закричали, «Не его, но Вараву». Варава же был разбойник. Теперь посмотрите на имя «Бараба», «Варава». На иврите «Бар» — это сын, «Аба» — это отец. Люди, крича «Освободите Барабу», они кричали «Освободите сына отца». Просто ирония, потому что конечный сын отца — это и есть Иисус. И как он все привел к тому, что именно «Бараба» в это время был арестован так же. Бог привел это все к тому, что люди кричали «Освободи сына отца». Следующая буква — буква ЙОД. ЙОД — самая маленькая буква и пишется над линией. И выглядит как апострофи. ЙОД. 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 А рука, как вы уже видите, предплечье, кисть, ладонь. И если повернуть, мы уже видим букву ЙОД. Мы помним, что Бог выбрал букву ЙОД для обозначения как первую букву титулов. А букву ЙОД он использует для имени. Конечно, имя — это более личное. И у Бога только одно имя. Его имя — ЙОД. И его имя начинается с буквы ЙОД. Иисус. Иисус. Его имя начинается с буквы ЙОД. Иисус. Его имя начинается с буквы ЙОД. Святой город Иерусалим начинается с буквы ЙОД. Израиль начинается с буквы ЙОД Следующая буква ШИН Произношение Ш Цифровое значение буквы гематрии 300 Древнее изображение зубы Зубы разрушают Если вы повернете Букву, вертикальное положение То близко к букве С на английском языке Последняя буква ТАВ Произношение на английском Ти Цифровое значение 400 Представляет собой согласие Завет Древние времена Если нужно было договариваться При покупке матрешки Я ставил свою линию Человек-покупающий Ставил свою линию И мы получали соглашение На земле И получали знак креста То есть вы уже видите Это крест Что означает Конечное соглашение Конечное соглашение Между человеком и Богом Бог предложит Пришли на земле И быть нашим сокровищем И принимать нашим Учение И умирать на кресте Бог жертвует собой Бог жертвует собой Идет ради нас И его Его как бы судят И как мы уже все знаем Историю его распяли на кресте И если мы принимаем его соглашение То мы получаем вечную жизнь Мы знаем уже 6 букв Давайте вернемся в начало И в книгу Бытия 1.1 Первое слово начинается с Берешит Как уже перечислили вы видите Все буквы которые мы выучили Берешит означает В начале Берешит означает В начале Это буква об Иисусе Алеф Это буква Бога Четвертая буква Шин Разрушение Разрушение Вау Удивительно Удивительно Вау Удивительно Вау Удивительно В начале Я 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 И что же он возвещает? То, что Берашит, Сын Божий, сокрушен, его руки на кресте. Как же удивительно, он уже дает подсказку, что будет в конце. Послушайте, мои друзья. Я призываю вас более углубленно рассмотреть, изучить иврит. И понять, увидеть, какие секреты там. Бог скрыл там, в каждой букве, в каждом слове, секреты. Благодарю вас, что вы посмотрели. Хвала Богу. To God be the honor. Почтение Богу. To God be the praise. Хвала Богу. God bless. До свидания.